Здравствуйте, друзья! Приветствую всех зрителей программы «Аргумент». Не забывайте подписываться на YouTube-канал «Униан». Сегодня я говорю с новым для себя гостем, поэтому мне очень волнительно и интересно. Это Мухтар Аблязов, казахстанский оппозиционный политик, лидер оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана», популярный блогер. Можно вас долго представлять. Мухтар Кабулович, здравствуйте. Здравствуйте, да. Единственное уточнение, я точно не блогер. Ну, YouTube-канал можно считать видом блогерства. Автор YouTube-канала, скажем так. Мухтар, хотел с вами начать, в общем-то, с нашумевшей конференции в Джидде. Это очень знаковое событие. Саудовской Аравии удалось неимоверно посадить за один стол переговоров очень много стран, в которых было непростое, скажем так, отношение к войне России против Украины. Это если не называть некоторые, откровенно, пророссийскими. Как на результаты и на сам факт этой встречи реагируют страны Центральной Азии? Какой сигнал они получили и правильно ли его трактуют, как вы считаете? Давайте я, прежде чем дать оценку и ответить на ваш вопрос, буквально несколько десятков секунд хотел бы представиться, чтобы не было правильное восприятие тому, что я буду говорить дальше. Итак, я более 20 лет в открытой оппозиции. В Казахстане в 2002 году меня осудили на 6 лет за создание политической организации «Демократический выбор Казахстана». Через год я вышел из тюрьмы, как бы помиловал Назарбаев под давлением международным, резолюции Европейского парламента, внутреннее давление и так далее. Из политики я не уходил. В 2009 году Назарбаев конфисковал, захватил мой банк, БТА-банк, и я промежутки успел поработать два года и в России. Был министром энергетики, индустрии и торговли, возглавлял энергосистему страны, заочно осужден на 20 лет тюрьмы, на пожизненный срок. В том числе сейчас очень много будет разговоров о России. В 2021 году где-то, по-моему, я заочно осужден по просьбе Казахстана на 15 лет. Поэтому, чтобы, уважаемые зрители, те, кто меня не знает, вы понимали, что для меня нынешние авторитарные режимы, как Казахстана и Путина, это, по сути, враги. Но, как человек, скажем так, старающий говорить ясно и четко, я, к сожалению, буду, наверное, говорить какие-то вещи, которые, наверное, не понравятся вашим зрителям и, может быть, даже и высшему руководству. Давайте проверим. Да. У меня не такой оптимистичный взгляд по поводу встречи в Саудовской Аравии с Жиди. Поясню, почему. Ну, во-первых, я считаю, что эта встреча была неэффективной, в ней не было необходимости. А если четче говорить, она просто бесполезная. Поясню, почему. Ну, во-первых, очевидно, что у Украины есть известные 10 требований и 10 пунктов плана Зеленского. И она предполагает, по сути дела, отвод войск Путина на границе 1991 года, выплата репараций, наказание тех военных преступников, которые участвовали в убийствах украинских граждан и разрушали Украину. В этом контексте понятно, что номер один человек, который должен быть привлечен к ответственности, это, собственно, сам Путин. Выплата репараций возможны только тогда, когда Россия потерпит тотальное поражение. Тотальное поражение — это слом режима Путина. Поэтому мы, конечно же, должны понимать, это возможно только тогда, когда не просто войска Путина отойдут на границе 1991 года, а когда его посадят в тюрьму. Ну, невозможно, чтобы отошли войска Путина на границе 1991 года и ничего не делали, просто наблюдали. Они также будут швырять ракеты, также будут бомбить. Это очевидно. Поэтому этот план, который заявляет, точнее, Зеленский, он в том составе, который сейчас собирались в Джиде, в Саудовской Аравии, он просто нереализуемый. Потому что, ну, давайте мы поймем, что такое диктаторские авторитарные страны. Диктаторские страны — это, ну, ясно, с кем дружит Путин. Это там, где народ ничего не решает. Это вот яркий пример режима Путина. С кем Путин дружит? С Северной Кореей, Венесуэла, страны Центральной Азии, куда входит и Казахстан. Это и Иран, который поставляет шахеды России и ими кошмарит Украину. И поэтому, кстати говоря, и то же самое Китай, который делает разные заявления, но гигантские потоки различных товаров, в том числе и двойного назначения, через Казахстан наиболее короткий путь идут в Россию. И в этих условиях собираться с 40 странами — это очень странно выглядит, извините меня, да? Очень странно. Потому что это в основном собрались, точнее, страны, в основном диктаторские. В основном страны, которые, по сути дела, поддерживают режим Путина. Ну, яркий пример — Саудовская Аравия. Тот самый принц, которого, что называют, с руки по локоть в крови. Это такой же схожий режим, как в России. Там контролирует королевская семья, принц. А в России это царь Путин. И чтобы этот режим помогал Украине, это, конечно, из серии нереализуемых вещей, если не будет сильного давления на Саудовскую Аравию. Очевидно, что диктаторские страны дружат с диктаторскими, демократические с демократическими. И вот тогда, когда вот так системно, что называется, подходишь к делу, становится ясно, что это бесполезное дело было в совещании в Джидии. Давайте мы по-другому еще уточнимся. Чтобы победить, разгромить Россию, нужно оружие. Очень эффективное и в большом количестве. Первое. Второе. Нужно фактически довести состояние экономики России до такого состояния, чтобы она была нежизнеспособна, чтобы она была не в состоянии финансировать войну. А для этого нужно, чтобы падение волового внутреннего продукта России упало минимум на 20%. Минимум на 20%. А что мы сейчас видим? Рост экономики. По этому году Западные международные институты прогнозируют минимум на 7% роста. Министерство экономики и развития России уже заявило о 2% росте. Если посмотреть золотовалютные резервы, в России они выросли. Выросли буквально за последние несколько месяцев статистику посмотреть. Это вот таким образом происходит. То есть мы говорим, ресурсы военные нужны. Второе. Нужно, чтобы воловой внутренний продукт упал хотя бы на 20%. Так было с царской России в 1914-17 году, когда воловой внутренний продукт за 4 года упал на 18%. Эти были разрушительные процессы. И все это привело к революции. Но давайте теперь поймем, у кого ресурсы. Ресурсы у западного мира. Вот те страны, с которыми сейчас Украина сотрудничает, активно работает. Те, которые помогают. Вот они, союзники России, обладают всеми ресурсами. Это 60% мирового ВВП. Раз. Кто может провести, организовать эффективные санкции, так, чтобы экономика России действительно пала. Именно эти страны. Поэтому, скажем так, встречаться в Сауловской Аравии со странами, которые или союзники Путина, как Китай, или Иран, или они нейтральны, или просто, извините, не обладают вообще никакими ресурсами. Вообще никакими ресурсами, которые могли бы повлиять вот на те обстоятельства, которые я говорил. Вооружение не могут дать. Никаких эффективных санкций они не могут применять. Не говоря о том, что это фактически диктаторские страны. Поэтому я очень скептично отношусь. Не то, что скептично. А какие итоги совещания в Джиде? Ну, если послушаешь представителей Украины, они говорят, мы договорились о том, что будет следующая встреча. Ну, состав 67 стран. Но все 10 пунктов никто, по сути дела, не объявил, кто мы готовы принять. Говорится, что ну, там не договорились по санкциям, по препарациям и так далее. То есть это, по сути, дипломатический ход, который показывает, что в Джиде никаких результатов не достигли и не достигнут. Понимаете? Хорошо. А в чем тогда был замысел проведения? Если, ну, судя по вашим словам, это было просто очковтирательство, да, на международном уровне со стороны Саудовской Аравии в первую очередь. А в чем тогда выгода Саудовской Аравии и Индии, которая неожиданно приняла участие в этих переговорах, Китай самый неожиданный участник этих переговоров? Ну, смотрите, есть ООН. Когда говорится о главном достижении, что эти страны заявили, что они уважают, принимают суверенитет, эти же страны в рамках ООН голосовали и это произнесли. Поэтому было бы странно, если бы эти страны собрались и Джиде заявили, что совершенно противоположно, которое они до этого заявляли в ООН. То есть это не является никаким достижением. Вот единственное, о чем договорились, что эти страны поддерживают суверенитет. Ну, во-первых, это видно, что, ну, мы, насколько я вижу, это инициатива не просто Саудовская Аравия, это инициатива, в первую очередь, украинской страны. Я считаю, что это просто неэффективные действия. Неэффективные действия, ну, возьмем каждую страну, вот вы перечислили. Есть только возможность оказать воздействие, в первую очередь, на Индию, которая, конечно же, не диктаторская, она ближе, можно говорить ее как демократическая страна, которая чем помогает России? Она оружием ничем не может помогать, более того, она покупала большую часть оружия в России. Индия является вместе с Китаем покупателем нефти у России. 91% нефти, которая сейчас на экспорт уходит у России, фактически два покупателя основных, это Китай и Индия. Ранее доля Индии была всего лишь 3%. Вот, собственно, это самая точка, на которую можно надавить, именно на Индию. Ну и потом, мы должны ну просто знать все эти страны, саудиты, у них основная торговля с Китаем, это действительно просто пиар, пиар для саудитов, пиар для тех стран, которые приехали, ничего более, абсолютно, с этого дела Украина ничего не получит. Ну мы вот с вами квалифицируем, говорим следующее, что нужно в Украине? Оружие и парализовать российскую экономику. Оружие от Запада зависит. Парализовать то же самое. Это то же самое, знаете, конструирует, допустим, кто-то оружие, допустим, пушку. Мы все понимаем, что нужен ствол, снаряд и так далее. Там же не запихиваешь вокруг деревья, которые под ногами лежат, или какой-то металл, который не имеет отношения. То есть это четкая технологическая линия. В данный момент, если говорить о четкости технологической линии, это Запад, и этот же Запад, который может организовать правильно санкции. Блокада российской экономики. Все страны, которые помогают, они должны подвергнуться уговорам, во-первых, дипломатическим, это не помогает найти другие рычаги. Ну, в частности, Центральная Азия, Казахстан, является крупнейшим поставщиком всего. Блокада, санкции, персональные. Только тогда будет достигнут результат. А эти страны, они, знаете как, на них Путин наплевал. Вот на эти 40 стран, на всех наплевал. Ну, посмотрите, выдается как достижение, что вот, Россию не пригласили. Давайте мы перевернем ситуацию. Собирает Россия такого рода аналогичное совещание, встречи с американцами или еще с кем-то. И Украину не приглашают. Что скажет Украина? А без нас вы можете сто раз встречаться, результатов не будет. То же самое и с Россией. То есть, это не никакое либо достижение, это просто медийный эффект, что якобы Россию не пригласили, результата никакого не будет. Это просто бесполезные встречи, если называть вещи своими именами. Понимаете? Неэффективно абсолютно. Денег у них там нет, военных ресурсов нет, санкций помогать они не будут. То страны заберутся. Ну, не в последнюю очередь эти страны собрались, конечно, в связи с тем, что Путин принял решение о выходе из зерновой сделки. Вот тут Эрдоган недавно заявил, что он хотел бы возобновить зерновой коридор и еще и расширить его. Не тревожен ли этот звоночек, вот это расширение, не в интересах ли Российской Федерации он планирует его расширять? ну и вообще, по его словам, эта сделка может перерасти в перемирие и мир. Как вы оцениваете, насколько это реально? Смотрите, по зерновой сделке обратите внимание, Эрдоган накануне, когда еще зерновая сделка шла к финишу, заявил, что если Путин не продлит, я отправлю свой военно-морской флот, который будет обеспечивать защиту этих грузов. Ничего этого не случилось. Как только Путин увидел, что среди альянса существуют определенные разногласия, во-первых, во-вторых, не увидел уверенности, что они готовы в случае, если Путин поднимет, что называется, ставки, поднять встречные ставки, он начал атаковать Одессу, порты, сжечь все прочее, перекрыл Черное море, и ему никто ничего не ответил. Тот же самый Эрдоган, он промолчал и сказал, что в августе намеревается встречаться с ним. Поэтому, когда сейчас идет речь о том, что Путин вернется к зерновой сделке, эта ситуация, я в своих предыдущих выступлениях на других каналах, говорил, только тогда, когда Запад проявит решительность, Путин сразу отступит назад. Почему? Потому что сумма сделки, так называемой, зерновой, порядка 10 миллиардов долларов, а его интересы, транзит грузов через Черное море, Босфор и Дарданеллы где-то оценивается минимум 150 миллиардов долларов, с учетом торгового оборота его с Турцией 62 миллиарда. Поэтому, если на Ком положить 150 миллиардов и 10 миллиардов, он пойдет на эту зерновую сделку. Но если Запад проявит решительность, что мы слышим? Блинкин сказал, что банки Америки, другие банки получили письма, что они могут поддерживать зерновую сделку примирительно. Никакого такого решительного действия со стороны Америки мы не увидели. И Путин, увидев это, начал действовать агрессивно. Поэтому сейчас на самом деле ситуация такова, что тактически он выиграл. Понимаете? И поэтому он наплевал на 40 стран, на 100 стран, на все страны до тех пор, пока сила не будет продемонстрирована. Тотальная блокада экономическая, сильное оружие, никаких серьезных переговоров не будет. Но пока Украина это пытается в акватории Черного моря сделать в одиночку. Официально на себя не взяла Украина, но морские дроны, которые прилетели по базе Новороссийске, по танкеру Российской Федерации, они как-то поумерили, наверное, уверенность Путина. И, в общем-то, поставили 150 миллиардов долларов. Но если не перечеркнули этот доход, то под знак вопроса хорошей поставили на сегодняшний день. Я вот согласен с тем, что вы говорите. Именно вот такого рода действия со стороны Украины или его союзников при поддержке союзников, именно они подвинут Путина попятиться назад. Именно сейчас я считаю, что именно правильные действия, удары там по ряду объектов Новороссийские, дроны по конкретным объектам и так далее, нефтебазам, они лучший рычаг переговорный с Путиным, а не... Объявление шести портов зоной военных действий. Да. Вот это, я считаю, что это больший эффект многократный будет, чем встречаться с Джиди или какой-либо стране. Это не имеет разницы. Можно вон тоже собраться, почти двести стран. Результат будет такой же, ни о чем. Выпустят резолюцию, на которую Путин наплевал. Понимаете? Это неэффективно абсолютно. Кстати, этот результат, вот это объявление шести портов, да, опасной зоной для судоходства, его же можно экстраполировать, например, на аэропорты. Что мешает Украине на сегодняшний день объявить аэропорты Московской области тоже зоной проведения военных действий? Дроны туда уже регулярно долетают. Экономический ущерб последует же сразу же от тех же страховых аэропортов, нефтеперерабатывающие заводы. Это более эффективно. Тогда это будет больше склонности к переговорам со стороны Путина, а никакого рода такого встречи, где ну просто встретились, выпустили резолюцию, которая очевидно по-другому и не могла быть. И больше ничего. Ни с кем Украина не договорится по десятипунктам Зеленского, потому что там репарации и фактически они предполагают полное поражение страны. Такого рода репарации выплачивала Германия, когда была полностью разгромлена война, когда были протектораты Запада и Советского Союза, Германия была поделена. То есть, но видно, что этот пункт предполагает не просто отход войск на границу 1991 года, а предполагает развал нынешней политической системы режима Путина. Поэтому эти страны никогда на это не пойдут. У них просто не хватит сил, ничего. Морские войны в акватории Черного моря влияют и на Казахстан. Не зря же казахстанское правительство уже заявило о желании обезопасить экспорт своей нефти через Новороссийск по дипломатическим каналам. Мухтар, что это означает? Как они себе это представляют? Они просят Путина перестать обстреливать украинские порты, чтобы не получать удары в ответ, просят снять блокаду Черного моря. Скажем так, с учетом того, что Казахстан является таким же вассалом, как и Беларусь относительно России, они просить ничего у Путина не будут и не могут. Что будет делать дипломатия Казахстана? Они будут говорить, что это нефть идет, европейское сообщество, 39 миллионов тонн, в год приблизительно идет нефти в Европу из 65 миллионов, которые производят на экспорт Казахстан. Это приблизительно около 8 процентов доли, которые импортируют Европа. Казахстан будет говорить, что повлияйте, пожалуйста, на Зеленского. Пусть он не бомбит Новороссийск, потому что тогда мы не сможем поставлять вот те самые 39 миллионов тонн нефть в Европу. Хочу отметить, что на самом деле 39 миллионов тонн, это порядка 8%, это ничтожная доля на европейском рынке и нефти в мире достаточно. Сейчас вы знаете Саудиты, Россия, ряд стран, они специально понизили, сократили объемы, чтобы цена на нефть была на высоком уровне. Поэтому есть немало стран, которые эти потерянные так называемые объемы со стороны Казахстана могут немедленно восстановить. Поэтому это не проблема. Но Казахстан будет двигаться именно так. Будет упрашивать Америку и Европу, чтобы было оказано воздействие на Зеленского, чтобы не атаковали порты, потому что вы же тогда нефть не получите. Вот будет какая риторика со стороны Казахстана. Ну, зная характер Зеленского и вообще военно-политического руководства работе. Восстал Казахстан. Вы уже неоднократно за время нашего интервью произнесли, говорили о зависимости политики Казахстана от Кремля. Почему вы не согласны с теми экспертами, которые просто с пеной рта доказывают, что Казахстан отворачивается от Российской Федерации? Казахстан уже стал у него более надежный партнер Китай. В чем вы видите, что у Китая не получается вывести Казахстан из-под орбиты влияния Российской Федерации? Ну, давайте мы посмотрим в реальность. Казахстан является членом Евразийского экономического сообщества. Я сам работал министром в 1998-1999 году и могу сказать так, что Казахстан никогда и не уходил из России. У нас в 1993 году было подписано соглашение о таможенном союзе. И вот все те нормы, которые были подписаны в 1993 году, затем подписаны в 2010 году, они принципиально вообще никак не изменились. Вообще там отличий вы не найдете. То есть Казахстан все время был с Россией и фактически Китая там и не было. Китай только встраивался в различные инвестиционные проекты в нефтегазовом секторе, купил в Южном Казахстане в Шенкенте 50% нефтеперерабатывающего завода, покупает какое-то сырье. Поэтому именно если говорить о политической части, ее присутствии в экономике, считайте, что по сравнению с Россией ее нет. Китая этой страны нет. Это первое. Второе. Военный союз УДКБ. Казахстан является членом УДКБ. В январе 22-го года именно войска Путина спасали режим Назарбаева-Такаева, не Китая. Это два. В-третьих, даже посмотрите торговый оборот. Номер один Россия. В-четвертых, информационное пространство. Она русскоязычная. В Казахстане нет ни одного китайского, ни спутника, никакого канала. Присутствует только российское информационное пространство. Ну и посмотрите структуру населения. У нас я именно буду говорить чисто русского населения более 20%. Но в реальности с учетом других этнических групп, в том числе кстати украинцев, других национальных этносов, порядка 30%. И надо иметь в виду, что мы жили и живем в пропаганде информационном российском. И вот считайте, что все эти факторы просто показывают, что Китая нет. Китая просто нет в Казахстане. Есть только экономическая привлекательность, импорт, экспорт и все. И не будет Китая во всяком случае в обозримом будущем, кроме экономики нигде. Это касается и Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана. Там везде присутствует Россия. Военные базы, ну например, в Казахстане Байконур имеет статус четвертый город федерального значения. То есть фактически администрация вся российская. Внутри такой анклав, считайте, как Крыму. Понимаете? То есть нет Китая. Я вам просто говорю прямые факты. Если взять прошлый год, президент Казахстана девять раз встречался с Лукаем. Девять раз. Все инвестиции приграничные взаимно идут из Казахстана в Россию, из России в Казахстан. Я вам просто говорю прямые факты. Поэтому когда эти эксперты такие вещи говорят, они должны привести аргументы. Кроме того, что Китай большой, что якобы такая плита и туда советоваться. Ну и не говоря о том, что вы сами родом из Казахстана, я думаю, вы прекрасно знаете, у нас исторически существует страх перед Китаем в легендах, песнях и так далее. Говорится, как о опасном соседе, которое в свое время уничтожал исторически такой этнос, как казахи. Поэтому это абсолютно неправильное понимание. Китай не имеет такого влияния. Россия полностью, полностью контролирует ситуацию в нашей стране. Полностью. И экспорт и импорт 85% грузов идет через Россию. Хорошо, но хотя бы на информационном поле казахстанские власти пытаются как-то работать против России. Вот это разработка введения запрета на товары с этнополитизированной символикой. Все вот эти Z, V, V, Wagner. Скандал вышел немаленький. И даже некоторые эксперты после этого в очередной раз начали кричать Казахстан восстал против России. Там готовится прорывное решение. Кремль в бешенстве. Знаете, это, к сожалению, это очевидная пропаганда. Попытка показать, что Путин один, Путин ослаб. Якобы Путин, все, ему конец, его осталось за ноги только из спальни вытащить. Надо просто взять и, что называется, отмахнуть и все эти вещи посмотреть на реальность. Реальность такова, что 20% территории Украины находится под оккупацией российских войск. Реальность такова, что на Украину непрерывно сыпятся ракеты на гражданское население и так далее. И реальность такова, что военный бюджет Украины порядка 40 миллиардов, а у России минимум 110 миллиардов. Минимум. Вот она реальность. И поэтому говорить о том, что Путин якобы ослаб, и вот эта вся эта риторика, которую вы сейчас произнесли, это риторика пропагандистов, которая пытается показать Путина слабым. К сожалению, это не так. И, собственно, это и приводит к тому, что не выбирается наиболее эффективное решение для того, чтобы победить врага. Надо ясно себе отдавать отчет, что эта страна многократно больше по размерам, по численности населения, по военным возможностям она минимум в сто раз, наверное, сильнее, чем Украина. Надо смотреть и работать над ошибками, а не жить пропагандой и обманывать ни себя, ни других. Перед Украиной опасный враг, и нужно консолидировать все силы. Самые эффективные действия нужно предпринимать. Понимаете? Вот чем суть проблемы. Хорошо. А вербовку казахстанцев в соцсетях на войну в Украину как вы объясните? Вербовку в соцсетях России производят открыто. Например, на территории Байконура это просто открытое объявление. На территории северной части территории Казахстана тоже через социальные сети все это происходит открыто. И наши граждане реально попадают, идут за деньги или по каким-то причинам, они свободно едут. Вот тот самый пример, кстати, который вы привели, он ярко показывает, кто является нынешним президентом. Прямой вассал, как, собственно, и Лукашин, прямой вассал Путина. И никакие действия не делаются. Вот вы сейчас говорите, разрабатываются законы. Весь прошлый год казахское правительство заявляло, что приняли то постановление, такое-то постановление, которое запрещает товары, поставки, запрещенные двойного назначения других в России. На самом деле это все происходило. И в этом году все западные СМИ, а мы публиковали шесть отчетов, где показали реальность. Никакие действия, то, чтобы ограничить российское присутствие, ни пропагандистское, ни с точки зрения поставок, ни с точки зрения финансовой помощи. Банковские карточки используются, казахские. Банки типа Сбербанк, Альфа-банк покупала казахская правительство за счет бюджетных средств. А все эти слова, что мы боремся против зет-пропаганды, это тоже ерунда. Это все обман, как Тукаев заявлял, что мы не поддерживаем ДНР, ЛНР. Пропагандисты говорили все, он садил нож в спину, кинжал, гитаган и тому подобное. Все это было опровергнуто. С глубокой печалью эти пропагандисты 9 мая были возмущены, что Тукаев стоит на Красной площади вместе с Путиным. Понимаете? Но через три недели они опять начали эту тележку просить. Это, к сожалению, неправда. Она вредит самой Украине. Это неправда. А понимают ли в Астане насколько это опасная игра? А понадобится после проигрыша в Украине Путину маленькая победоносная война? Север-Казахстан, а может быть в Севере его людоедских аппетитов? Может. Мы же понимаем, что Путину не нужны какие-то куски территории или улицы или отдельные города. Например, Украина. Он сейчас как компромисс готов удовлетвориться 20% территории, ее обороняет, защищает, строит ДОТ и так далее. Но мы все знаем, что у него задача построить так называемый прообраз Советского Союза, Советскую империю. Поэтому в Казахстане ему не нужна северная часть. Ему нужен весь Казахстан, ему нужна вся Центральная Азия. И второе, о каких угрозах можно говорить маленькая победоносная война? Зачем ему воевать с Казахстаном, где нынешний президент его вассал? Никому же в голову не приходит, что сказать следующие слова, что Путин собирается маленькую победоносную войну устроить в Белоруссии. Правильно? Это же вопрос звучал бы неадекватно, потому что ему это не надо делать. у него ручной президент, там его войска, тактическое ядерное оружие в Белоруссии, что называется, в уберне, лежит полностью под Россией. В Казахстане та же самая ситуация. Если я не ошибаюсь, 8 или 9 баз военных, нынешний политический руковод полностью лежит под ним. А зачем воевать? Наоборот, из Казахстана мы видим сейчас колонны военной техники, грузы, а потом что такое война? Война, чтобы войну обеспечивать, нужно иметь достаточную для этого возможность экономическую. Вот Казахстан обеспечивает эту экономическую возможность, предоставляет, во-первых, свою территорию для массированных поставок грузов из Китая. Далее сам Казахстан помогает. Сейчас уже все международные расследователи показали не только товары двойного назначения, но является крупнейшим поставщиков параллельного импорта. Что получается? Российская экономика становится жизнеспособной, комплектующей для обеспечения функционирования народного хозяйства. На тебе, пожалуйста, обеспечивает Казахстан и плюс Китай и еще другие страны Центральной Азии, как Кыргызстан. Военного назначения товара, товары, пожалуйста. То есть это все приводит к тому, что государство в России собирает налоги, собирает деньги от продажи сырья, которым обеспечивает в большей степени Китай и Индия. Это нефть. Это позволяет людям платить нормально заработную плату. Это позволяет иметь ресурсы для финансирования войны в Украине. Заводы военные работают в три смены. Люди получают достаточно высокую, чем до военный период, заработную плату. То есть фактически экономика обеспечивает жизнеспособность, высокая жизнеспособность экономики обеспечивает финансирование военных действий в Украине. Видите, какая сейчас ситуация? Хорошо. А почему Запад тогда закрывает глаза? Где санкционная политика по отношению именно к Казахстану? Смотрите, я думаю, что Запад это хорошо, но я хотел бы сказать так, самое заинтересованное лицо это сама Украина. Украина в первую очередь, когда Украина это осознает, высшее политическое руководство, когда по этим направлениям будут созданы специальные команды, которые выявляют эти проблемы, ее эффективность. Дело в том, что сейчас я вижу, что больше идет оценка, а поставляет ли Казахстан военную технику? Поставляет ли Китай военное снаряжение? Это ошибочный подход, потому что это вторичное. Первичное это экономика. Если экономика России нормально функционирует, то тогда она нормально начинает финансировать и военные действия Украины. Что делает Украина? Давайте мы просто вернемся к Украине. Вот Украина определила, что Казахстан помогает России. Зеленский подписал указы о применении санкций двух предприятий Казахстана. Но мы видим, что это неэффективно. Но при этом была сделана большая работа, выявили эти компании и так далее. При этом мы выставляем огромное количество караваны не только военной техники, но и по экономике. Соответственно, очевидно, что украинское военное руководство и политическое руководство должны были среагировать. Сначала дипломатические переговоры, это бесполезно, потому что жизнь этого режима Казахского зависит от Путина. Путин падает, режим Путина падает и падает в режимы Соцентральной Азии. Поэтому они, что называется, будут помогать Путину, очевидно. И вот, что сделало украинское руководство? Как предупредитель выстрелов, сделала санкции по двум предприятиям, но это же не дало никакой результат. Соответственно, американцы тоже, они выстроили санкции по каким-то компаниям, однодневкам, узбекские компании, две компании, которые там один собственник был. То же самое по кыргызским предприятиям, четырем, бесполезным, они зарегистрированы в период войны. Что должно сделать украинское руководство? Они должны поменять, соответственно, свои ориентиры и более эффективные санкции применить против политической верхушки, которая является организаторами помощи России. Это не происходит. В первую очередь должна реагировать Украина, затем убеждать своих западных партнеров. Только тогда будет результат. Война не находится, я имею в виду сфера войны собственно территории в Европе или в Америке. У них своя жизнь. И если Украина не будет показывать на эти точки, сама не будет эффективно действовать, Запад будет, что называется, так, между делом, неэффективной санкцией. Мы же видим, они и против Ирана санкции американцы применили. В целом рост в Иране экономики в условиях санкций 4-7% в год. Это очень много. Значит, и такие же неэффективные санкции применены против России. Понимаете? Мы сейчас вообще видим усиление работы дипломатической со странами Большого Юга. Вам не кажется, что незаслуженно запущенными остаются страны Центральной Азии? Если они настолько помогают Путину на сегодняшний день. Как вы считаете, на достаточном ли уровне с ними работают? Из последнего, что я помню, это месяцев 9 назад турне Блинкина по странам Центральной Азии, которое, будем откровенными, особым успехом оно не увенчалось. Блинкин был в конце февраля этого года, в апреле, и масса всяких приездов было различных министров западных стран. И при этом это то же самое, как тигра пытаться уговорить, чтобы он травку ел. Потому что я говорю, когда ты отчетливо понимаешь, что эти авторитарные страны Центрально-Азиатские государства напрямую зависят от Путина, ясно, что никакие дипломатические переговоры не приведут заведомо никаким результатам. Поэтому, если говорить о том, эффективно или недостаточно, они дипломатические действия сделали многократно бесполезными. Если говорить о глобальном юге, я уже свою позицию сказал, там тоже нечего ловить, что извините, здесь единственный рычаг, это блокада России. Блокада России, большой сосед Китая, который сильно помогает, это значит, Казахстан, через территорию которого наиболее коротким путем идут грузы, Казахстан должен быть таким образом подвергнут санкциям, чтобы такого рода действия не работали, потому что там и Кыргызстан, и Узбекистан, все используют территорию Казахстана и гонят разные грузы в Россию, что и делает Китай. То есть здесь очень простое действие. Ты обесточиваешь экономику России, экономика России начинает обваливаться, безработица, массовые протесты, армия теряет возможность быть обороноспособной с точки зрения снабжения снарядами и тому подобное. Там будут, скажем, бунты, как в 17-м году, когда фактически солдаты развернули штыки против своей же власти. Вот что нужно делать. Понимаете? Это глобальный юг, извините, я может резко говорю, глобальный юг 67 стран, это просто неэффективные действия, пустая трата времени. Вот где есть направление очевидное. Запад, Запад и Запад. Просто надо с ними работать, показывать, каким образом воздействовать на эту ситуацию, чтобы были эффективны удары. Мухтар, ну и последняя тема, чего ждать от Российской Федерации нам в ближайшее время на фоне того, что они уже молют из каждого утюга о переговорах. Переговоры, а то есть пауза, затягивание войны, чтобы восстановиться силами, им уже жизненно необходимы. Каким путем Путин будет достигать того, чтобы Запад, по его желанию, он же мечтает о том, что Запад посадит Украину за стол переговоров. Что это будет за движение в ближайшее время? Дестабилизация ситуации в Европе, которой он сейчас как бы намекает, угрожает с помощью вагнеровцев возле Сувалтского перешейка. Что-то другое. Будут войны в Африке с последующими волнами эмигрантов в Европейский Союз. Смотрите, я думаю, что для Путина самый короткий путь, который сейчас он в состоянии решить, на его взгляд, это сохранить статус-кво, 20% территории от Едина, созданы сухопутные коридоры в сторону Крыма, он его, скажем, каким-то образом укрепил. Вот это по минимуму раз, это первое территория, второе, будет требовать, чтобы у Украины был нейтральный статус, безъядерный, не вступая члены НАТО. Это вот на этом будет Путин настаивать, и, честно говоря, мне очень странно слышать, когда звучат победные реляции, что вот ему конец, и вот он скоро сдастся, и там подобное. А какие причины? Почему он должен сдаться? Если Запад пятится назад, все время боится, что вдруг этот сумасшедший применит ядерное оружие. Мы же это видим, вот даже Блинкин, как он озвучивал, что мы же не против, мы же говорим, пожалуйста, по зерновой сделке. Я его личную позицию не знаю в администрации, он же озвучивает позицию администрации, возможно, у него лично другая позиция, но видно, что выглядит он бледно. Запад в данной ситуации тактически выглядит слабым. Поэтому Путин это будет как минимум идти. Вот на эту версию 20% территории, безъядерный статус, не вступают члены НАТО, но понятно, что Украина будет против. Поэтому сейчас каких-то причин, что сядут за стол переговоров, ни у кого из сторон нет той позиции, которая бы сблизила возможность сесть за стол переговоров. Украина будет против, Путин будет против, никаких оснований, что ему стало плохо, нет. Экономика растет. Вот даже если золотовалютные резервы посмотреть, они у него выросли. Экономика в плюсе. То есть вообще никаких причин нет серьезных. Он может продолжать эту войну еще как минимум 10 лет. Я аналитику публиковал. Валютные резервы есть, коридоры в сторону Китая, Пакистана, Индии и так далее он выстраивает. Союзники у него есть. Вот и все. Никаких шансов, я считаю, нет. Если говорить об Африке, это все мелочи, тактические какие-то действия, потому что в Африке в основном присутствуют, ну даже если смотреть, анализировать ситуацию, это присутствие Китая в экономике, Франции и каких-то других стран Европы. А эти мелкие проблемы с Нигером, там якобы уран, если Нигер не продаст уран, сам сдохнет с головы, извините. Поэтому это все очень быстро затухнет. Стратегически только направление России и Украина и только Запад может развязать ситуацию только путем военного поражения. Нет другого пути, я считаю. Понятно. Ну что ж, работаем с Западом, усиливаем его решительность, чтобы он уже перестал наконец-то оглядываться на эти 50 оттенков красных линий, начерченных Кремлем. Спасибо вам огромное. Непростой, но интересный и важный очень разговор у нас с вами получился. Мухтар Аблязов, казахстанский оппозиционный политик и лидер оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» сегодня отвечал на мои вопросы. Всем огромное спасибо и хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok